Итак, всем приветствую. Небольшой видеоотчет получился. Короче, не могу перекинуть файлы, пока нет возможности покатать. Хотя бы такой видеоролик. Видеоотчет запишем по mtspayback. Аудюху, да, вот буквально вчера или когда приобрел я Аудюха R8 для трэга. Хотя она сразу поднимается на дыбы. Так, я не знаю, слышно будет, не слышно меня. Исключительно только механика я разумеется ввожу, да, то есть геймпад у меня. DualSense Edge на механику заточен. Ну, получается, но в чем опять же минус, да, что DualSense, что других, да, там этих джойстиков, да, то есть, ну, это то, что апгрейд, который я сделал, да, для меня, который удобно, просто пальцы длинны из-за этого. Пришлось поработать, да, так. Короче, нельзя, да, вот, получается, ты только одним, получается, вот этим вот грибочком, да, этой клавишей ты управляешь, да, ну, например, вот сейчас у меня на левой стороне, не вот этим, а в левой стороне. Можно, да, поменять там и так далее, даже на DualSense, да, там много функций, но там даже здесь нету, к сожалению, двумя нельзя, вот так, да, то есть, ты либо вот камерой выбираешь, либо рулем, да, вот. То есть, нету такого, чтобы и здесь руль, и здесь руль, вот так, потому что ты же не держишь, да, к примеру, в машине, да, там одной рукой не едешь же, гонщик не едешь же одной рукой, представьте, вот, вот это они, разумеется, двумя руками, да, руль крутит и держит и так далее. Этот момент здесь не продуман вообще, я уже молчу про саводской джойстик, да, от PlayStation. Вот такое, конечно, нарекание, даже в таком дорогом геймпаде, да, нету, к сожалению, такой функции, чтобы, ну, чтобы, как говорится, сейчас. Так, ну, а где у меня, ну, вот, да, вот они записаны, по сути, ролики, да, вот, про которые я говорил, вот даже бак я записал, да? Ну, одна миссия была круче. И вот ошибка игры, короче, почему-то водитель, во-первых, ладно, если бы она была прозрачная, да, ну, такая хотя бы слабо прозрачная еще, но все равно загораживает вид, да, но просто так заснял, короче, бак игры. Нежданно-нежданно-нежданно единственный бак игры, который здесь произошел, да, пока. Ну, ладно, это запись, вот я вам показываю, то, что я записал, да, но опять же, пока ноутбука нету такого, да, компьютера пока нету. Так, куда мне, сейчас подъезжаю, вот, назад-назад-назад-назад выгодно, да, теперь в карту, давайте другие машины покажу вам, так, чисто бегло. Что еще хочется сказать, короче, вот это, а, давайте про машину расскажу, где здесь, а, по-моему, где-то здесь, да, машина, а, места-то, места. Да, да, давайте сейчас покажу. Так, ну, не знаю, может, так даже поставить. Думаю, немного блик есть, да, ну, ладно, приходится так записывать. Итак, что у нас тут, значит, вот это тоже, в принципе, ну, я не максимум ее прокачивал, но неплохо для дрэга, хотя на начальном уровне хотя бы могу порекомендовать. Вот это же Honda S2000, да, она, не знаю, потрясающе в гонках, да, обычных, то есть в гонках обычных, спринт там и так далее. Но в дрэга я ее, короче, купил, прокачал, почти там 900 лошадок было до такой степени прокачал, но все равно она сливается, то есть я не могу догнать соперника, да, босса там. Мне пришлось, конечно, накопить бабки, да, и купил уже Audi, да, то есть, в принципе, интересная машина. Мне, Asno Martin есть, вот этот McLaren, не знаю, насчет него, ну, Lamborghini Diablo, ну, такой себе, да, тоже, кто прям old school ценит. НСХ, Acura, ну, в принципе, передняя часть, да, как бы интересная, но сзади что-то они не стали прям мудрить ничего, ну, ладно. Так, GTR, ну, такой себе тоже, как говорится, да. Также тут вообще классно, давайте прокатимся по всем машинам, я вам скажу, вот этот мне понравился, Mercedes AMG, предысторию вам расскажу. Сейчас, вот та Honda S2000, да, которая показывал, говорил, что в гонках она, вот она так же едет, как и вот этот Mercedes, который я показывал, да, AMG. Так, теперь, давайте пройдемся по моему автопарку, значит, NetForSpeed Payback называется игра. Так, гараж, конечно, вот то, что загружается, оно долго, да, но это еще более-менее, бывает, еще ждешь. Так, что здесь, мне не нравится, вот, на самом деле, вот эти вот шины, да, хотя они мне куплены, самые последние, там, за 500 долларов, по-моему, и передние, и задние. Ну, короче, отдельно, да, ну, смотрятся вот эти шины, вот именно шины, не диски, я имею в виду, а шины, что-то такое себе, да, ну, блин, ни бренда, ничего, там написано что-то, но нет прям шикарной надписи. Ну, ладно, короче, вот так я ее сделал, это Audi R8, да, для дрэга, чисто для дрэга, посмотрим, как она все поведет, пока еще, по-моему, даже не ездил на ней. Просто Honda реально не вытягивала, пришлось заменить. Так, Audi, давайте посмотрим ее. Audi S5, да, по-моему, S5, да, Sportback. S5 Sportback. И пока ничего плохого не могу сказать, да, за все время игры, что на ней я проходил, да, вот эти всякие миссии, так. Далее. Немного сзади поменял, да. Кстати, номер я первый раз поменял в машине, вот этот на свое имя написал, да, там напечатал, да, и так далее. Хотя у меня остальные машины без моего имени, как бы я не стал заморачиваться. Ну, не знаю, как-то вот так получилось, одну машину все-таки, ну, как бы совпало так, что я написал имя, да. О, что все, а как это? Так, ладно, камера начала приближаться, я что-то, наверное, интерес стал. А, вот, да, она сама приближает, тогда камера, вот, смотрите, S5. Патрубки надо поменять, скорее всего, да, я не знаю, но они вроде и так идут, но хочется немного пообъемнее, да, патрубки поставить. Пампер поменял задний. Спойлер не стал ставить, в принципе. Такая вроде бы, да, гражданская внешность машина, но валит неплохо, да. Я не могу сказать прям отлично, но пока она вытягивает, пока вытягивает, ну и слава богу, да, если не будет дальше вытягивать эта машина, то будем, разумеется, решать, да. Так, аудио, пока не тестил, говорю, да. Honda S2000, который я показывал, она великолепна просто вот, ну вот-вот, нет, не дрифт, а гонка. То есть у нее показатели там были такие же, прям, как и у этого Mercedes-AMG, и он ездил, не прям, конечно, не точно слово ездил, да, прям летел, реально он там летал на гонках, вот Honda S2000, который он показывал. Которая для друга, ну, сливалась она, да, я знал эту машину, я, короче, продал ее, когда купил AMG, да. Давайте, кстати, посмотрим, они, ну, серебристые, да, покрасил, в принципе, диски идут, все идет, даже есть какая-то вот накладка, на шинах. Особо это только затонировал, то надо растонировать, да, и, ну, не знаю. Ну, или пусть будет, ну, ладно, посмотрим потом. Все, особо это я ничего не менял, да, пороги, я не знаю, вроде родные, она и так нормально выглядит, да, мне, конечно, ну, нормально выглядит, хорошо выглядит. Так, что еще? Вот это вот Honda, короче, я Honda продал, вот эту взял, потому что мне нужны были деньги для тюнинга, да, чтобы в AMG ложиться. Ну, и Honda я решил продать, да, хотя на ней тоже, я, короче, когда вот это пылилось в гараже, я, разумеется, на Honda все зарабатывал. И круто, конечно, там она едет, все без проблем, но решил продать, потому что две машины тоже содержать такой себе, да, деньги, бабки, разумеется, нужны. В общем, решил продать Honda и решил, короче, эту Honda купить, но уже в качестве дрэга, да, но она там не тянет, не тянет, там 900 лошадок около было, короче, я протюнинговал, да. Но вот камера, кстати, вот сама двигается, ничего не делает. Ну, прикольно, молодцы, конечно, делали, в принципе, игрушка. Вот в основном, да, такого сценария нету, прям какого-то фантастического, ну, имеется в виду, какого-то сценария интересного, да, но все как бы прямолинейно, как бы все, да, такой сценарий, легкий сценарий, да, скажем так, простыми словами, да, не тяжелый прям. Ну, и, как бы, гонок много, из-за этого, да, хорошо прийти, просто поиграть и так далее, насладиться, да, игрой реально. Вот такие вот дела, короче, вам сказал, да, такие нюансы, давайте еще посмотрим. Что касается Aston Martin DB11, хотел уже сказать DB12, нет. Какая-то особенность у него, передние, видите, колеса немного наклонены. Причем он так продается в этом, в автосалоне. Пришлось мне сзади немного вот тоже вот так, как и передние, да, немного наклонить. Почему так, не знаю, вот реально. А, хотя, может быть, может, его надо поднять реально. Может, из-за этого плохо все, ну-ка. А, все, все, все. А, ну-ка. Вот, я, по миру, сделал, да? Может, из-за этого было плохо все. Вот, ну, более-менее, но все равно видно, видно немного наклон, но более-менее терпимо, да? Давайте, я не знаю, еще тогда сзади вот так сделаем. Чуть-чуть наклоним, да, хотя бы была какая-то симметрия. Вот, все, в принципе, пойдет. Ну, еще чуть, мне кажется, надо наклонить. Даже, давайте еще чуть-чуть вот так. Блять, вот так. Наверное, иногда потеешь в каких-то моментах, да, в каких-то гонках. Пусть вот так, да, будет. Ладно. Короче, азна-марте, оно великолепен, да? Даже стоки какие-то. Ну, ладно, как и не бывает тоже в стоке, да, великолепные. Даже тюнинговать ничего не надо. Машины, да, бампер немного поменял. Что касается... Так, тут даже, по-моему, особо, ну, пороги поставил карбоновые, да? Ну, вот патрубки, да, и вот эта вот фигня, вот эта, которую тащат в регламент для американского рынка, рынка тоже что-то... Так, ну, это чересчур уже длинные, да? Ну, вот эти вот не идут вообще. Ну, вот это может быть еще, да, но опять же с натяжкой. Почему-то тут тоже, видите, вот нельзя нормально посмотреть почему-то, да? Вот, тут все нельзя отдалить и приблизить, то есть... Вот так все закрывается вот этими, да, приходится как-то... Короче, я не пойму насчет этого, да, даже вот так, если построить сбоку, приходится вот так смотреть его вообще. И то мешает эта фигня, да, у которой... Поняли, да, короче, вот эта вот анимация, да, вот эта херня. Ну, я не знаю, как у вас... Ну, давайте вот это, ну, они что-то, ну-ка, что-то чересчур, да? Давайте посмотрим. Длинные, да, ну, блин, такое себе, конечно, не очень гармонично. Давайте вот, когда поставим другие... Ну, Астон... Так, Астон Мартинг... Астон Мартинг, может, Астон Мартинг мне оставить? Ладно, короче, по-моему, такие были даже. Я покупал. Так, что еще по поводу... Так, вроде... Все равно немного, да? Мы хоть занизили ее, да? Ой, в смысле... А если так сделать? Чуть-чуть еще, чтобы симметрично немного было. Ладно, пойдет, короче. Потом буду разбираться уже. Все, про вот эти... Сказал Панамера. Панамера. Что-то я не очень ее доволен. Она у меня на бездорожье, да? Все, высоту сделал. Теперь, короче, она, в принципе, не так устраивает. Да, в стоке, конечно, можно было там бампера помять, но... Я считаю, она так гармоничнее смотрится. Нежели все тюниковать ее. Так, потом... Тоже, в задней части тоже ничего не менял. Можно даже выйти, немного проехаться. Сейчас проедемся. Покажу, как спойлер поднимается автоматически, да? Но не прям я, короче, с ней доволен. У меня был Субарик. Давайте сейчас покажу, как раз и выйдем. Давайте, давайте. Выйдем из гаража. Ну и Субарик у меня вместо него был, да? Первый, когда... Первый дается. Видите, выдвинулся спойлер. Побью рекорд. Нет, 308 метров. Новый рекорд, отлично. То есть, видите, вот я нажимаю кнопки и переключается придача. То есть, вот видите, вот бывает такое, то, что мы с коробкой друг друга не понимаем. Конечно, это бывает очень редко. Но вот это вот на бездорожье, когда, да, ты не можешь, нужен реально либо слух, либо ощущать машину, когда нужно переключаться. Когда ты есть по бездорожью, разумеется, это все глушится, да, ты машину, двигатель не слышишь. И она начинает вот так тормозить, вот так, видите, начинает, короче, вот в отсечку даваться. И мне вот это тоже разражает. Это все равно как-никак секунды уходит, да, для этого. И этот, вот последняя гонка, которая была, вот я ее не прошел, да, ну или прошел даже с плохими результатами, короче. Там еще уже дополнительные задания есть. Можно в этой гонке там пролететь возле машин, да, там как бы так близко, да, и за это получить тоже деньги. Короче, вот такие бывают задания, да, прям в самом спринте, либо, неважно, в любом, в любой гонке, в любой миссии, в любом испытании, да, скажем так. Но здесь почему-то Panamera я не очень особо доволен. У меня была сейчас машина Subaru, что там, VX STI, по-моему, что такое, короче. Ну-ка, сейчас давайте. Видите, дилер бездорожья. Все вот эти реликвии, которые у меня были, даже покажу, здесь нельзя показать, короче, реликвии были. В том числе и это я продал реально, потому что мне не нравится. Ну, может, тот ценит реально old school, да, может быть, да, еще, конечно, прикольно. По кайфам бы кататься на таких, да, в стареньких машинках, но мне что-то не очень. Ну, опять же, вы видели, да, что, слизь за моими там видео, на мустанге, на старом приходилось мне кататься, потому что реально надо было зарабатывать бабки в порт, раптор, на внедорожную, наверное, самое то, да, примерно. Ну, не знаю, Evolution тоже, да, ты же на бездорожье не возьмешь его. Ну, и вот, видите, Panamera, гелики Panamera, да, ну, Porsche, разумеется, на бездорожье, не знаю, хотя он сюда включен, типа, что это можно на бездорожье, но не знаю, в такой сет. Вот, Panamera, да, самая дорогая, по сути, да, из этого, ну, не считая Porsche, да, но Porsche, ну, вряд ли, запернется его по бездорожью с ним ездить, да, на такой сет, ладно, Panamera более-менее еще, как бы, выглядит то, что на бездорожье можно с ним выезжать, да, ездить в комнате, но реально я потел, да, пару гонок, реально я потел на этой машине, не мог я выиграть, пришлось перезапускать, рестарт делать, короче, пока вопросительный знак насчет Panamera, посмотрим, посмотрим, гелик не хочется, не знаю, ну, может быть, но может и нет, короче, тем более это уже, да, реально, какое поколение, ну, старое поколение, тоже не новое поколение, даже можно посмотреть по салону, да, ну, ладно, дело даже не в этом, салон-то даже ни при чем, но мне не нравится, хотя, может, можно, да, протюнинговать, исправить там кое-какие моменты, ну, ладно, с внешностью, ну, ладно, это все, как бы, все равно бабок, бабки, конечно, можно заработать, но не знаю, как на бездорожье будет, ну, на бездорожье всякая, наверное, будет лучше, чем Panamera, хотя, тоже не факт, но опять же, с Panamera у меня пока еще вопрос, но зачем мы сюда зашли, дело же не в том, что, там, мы пришли смотреть, да, на какие-то другие машины, дело вот, то, что Impreza VX STI, Subaru, который поначалу дается, да, кто проходил игру, кто проходит игру, знаю, да, ничего тоже плохого не могу сказать, но пришлось мне, короче, устал я одну гонку проходить, да, довольно-таки, когда у меня было, когда я прокачал, вот так-то неплохо, да, ну, в цифрах не могу сказать сейчас прям точно, но прокачал его хорошо, но получилось так, что я не прошел одну гонку, второй раз, третий раз, короче, я вот так рестарт делал, пришлось, психанул, короче, может, даже не по вине машины, да, но, ну, имеется в виду, реально не вытягивал машину, да, не то, что по вине машины, я ее особо-то и не виню, но реально психанул, да, после очередного рестарта и купил Panamera. На этой Panamera, кстати, я прошел ту гонку, которая, да, мне бесила. Но в целом сказать, что вот эта VRX STI Subaru плоха, я не могу тоже, потому что она прям вначале как бы дается тебе, да, и, ну, вначале, да, там, ты гоняешь, и как-никак я все равно благодарен ей, да, бабки заработали, так что вот такие дела. В гольфе, да, тут, ну, такие, в общем, дела, вот такой вот, пока на данный момент у меня автопар, скажем так, да, гоняться, наверное, вряд ли, да, сейчас и так уже сели на полчаса, ну, просто вот в таком формате приходится показывать, реально, потому что нет у меня сейчас возможности все перекинуть, да. Короче, особо, ну, такие вот нюансы, конечно, вам сказал, такие особенности, да. Пока так, пока так. Пока реально так, больше особо сказать нечего, но, может, я что-то, может, забыл, но в целом высказался, да, все это хотел сказать, сказал. Так, ну, все, ладно, будем заканчивать, такие вот дела, вот, ребята. Так, ну, два, три, пять, пять. Продолжение следует...